Слово «безопасность» в летний период становится особенно актуальным, и на это есть несколько причин, главный из которых – у человека появляется больше возможностей для проведения досуга. Имея свободу, но не неся ответственность за свои поступки, люди попадают в беду. Так обычно происходит на озерах и реках. Отдохнул, выпил горячительного напитка, заплыл в незнакомое место и утонул. Печальный сценарий, актуальный уже не одно десятилетие. С начала года от попадания воды в дыхательные пути погиб один житель города Бреста. Основные причины гибели людей – это нарушение мер личной безопасности, также купание в запрещенных местах, употребление алкогольных напитков непосредственно при отдыхе и купании, недосмотр родителей за несовершеннолетними детьми. Каждый человек, который приходит на пляж отдыхать, он должен все-таки придерживаться правил, которые существуют на пляжах. У нас установлены специальные ограничительные бои, за которые заплывать не разрешается, так как там могут проходить различные маломерные суда, разные объекты, которые плавают по воде, что небезопасно. Также запрещено прыгать с мостов, дамп, и в случае, допустим, если приходят родители непосредственно с детьми, мы всегда напоминаем такое правило, как шаговая доступность. Если одни загорают и плавают в официально разрешенных местах, которые постоянно контролируются спасателями, где чистый пляж и исследованное на опасные предметы дно, то другие все еще выбирают для себя акватории, где купаться запрещено. В городе Бресте решением Брестского госполкома определено 5 мест массового отдыха граждан у воды, где непосредственно осуществляют охрану, 3 спасательные станции освод и 2 спасательных поста. Кроме этого, на всех постах и наших станциях соответствует все оборудование для безопасного отдыха, есть детские купальни, организованные для деток, которые не умеют плавать, всегда можно получить медицинскую помощь в случае каких-то ситуаций. Также в городе есть решение о определении мест, запрещенных для купания. Там есть перечень водоемов, которые находятся в нашем городе. И это, скажем так, практически все водоемы нашего города, за исключением акватории, которые относятся к пляжам. Спасательные службы работают в усиленном режиме, особенно в такую погоду, как сейчас, плюс 25 градусов, плюс 30 градусов. Приезжают катера со станции, и мы дежурим пристальнее, чем в какие-либо остальные дни. Не так давно обновился пляж, это сыграло очень большую роль. Количество людей стало намного выше, чем по сравнению хотя бы с прошлым годом, если сравнивать. Но в разы точно. В этом году уже были два случая. Тонуло у нас двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения. Двое были успешно спасены. В зоне риска всегда находится самоуязвимая часть населения – дети. В силу возраста они не всегда подходят к купанию осознанно. Баловство на воде, купание без сопровождения родителей и, конечно, в запрещенных местах. Задача таких рейдов, проводимых представителями освод, в очередной раз – предупредить и разъяснить, какая опасность подстерегают людей на водоемах. Совсем недавно произошел такой случай, когда малолетний ребенок, находясь со взрослыми на водоеме всем известном народе, как «Кирпичка», прыгнул, ударился по воду, находился опять-таки в воде без сопровождения взрослого. И ситуация могла бы закончиться трагически, если бы не подоспели вовремя неравнодушные отдыхающие и также спасатели, которые там находились, службы ГУЧС. Поэтому этот яркий пример, наверное, многим запомнился, о нем много писали в СМИ, говорили, что ребенок, придя на водоем вместе с родителями, должен находиться под тщательным контролем. Детей много, как бы дети смешиваются между собой, и за ребенком всегда надо присматривать. Они как бы бегают один за одним, кто-то кого-то толкнул, кто-то где-то обрызгал, и ребенок может тоже в воде потерять концентрацию свою. Когда дочка уходит к водоему, я ей напоминаю правила, чтобы она далеко не заходила, чтобы по пояс только и все, как бы. И она всегда под наблюдением. Главное далеко не уходить, быть рядом, чтобы меня родители видели, ну, чтобы я была в центре, ну, не в центре меня, но чтобы они меня видели, я далеко не уходила, ну, чтобы глубоко не было. Элементарное правило – не заплывать далеко, рассчитывать свои силы, взрослым не употреблять алкоголь, потому что тонут чаще всего люди, которые умеют хорошо плавать, но под воздействием алкоголя происходит совсем другая ситуация. Я был очевидцем, как утонул человек. В состоянии алкогольного опьянения человек нырнул и не всплыл. Запомните, не стоит рисковать жизнью, купаясь в состоянии алкогольного опьянения, непонятно где и одному, в то время как можно отдыхать безопасно и под присмотром профессионалов.